Привет-привет, дорогие друзья! Этот видеоролик начну со слов благодарности моим спонсорам. Это не только от меня, от Вовчика лично. Видите, у него здесь уже наряд профессиональный. My first visit from Santa у него уже. Это действительно его первый Новый год будет. И благодаря вам, мои дорогие зрители, он уже и в шапочке, и уже у него одежда есть, специальная накидочка, соответствующая новогодней, будем говорить, обстановке. Поэтому спасибо вам большое. Если, конечно, кто-то бы стал спонсором и ребенку купить еще обувь, потому что ножки у него мерзнут, то мы бы были с Вовчиком очень вам благодарны. Ну давайте, друзья, перейдем дальше к основной теме данного видеоролика. Она связана с, естественно, центром комплектования, их полномочиями по поводу проникновения в жилье. И, будем говорить, есть доказательства тому, что у нас, к сожалению, происходит в Украине. И я могу заметить, что это абсолютно не является правовым государством. На видеоролике город Одесса, мой родной город, очень печально и грустно от того, что происходит. Сотрудники центра комплектования выламывают двери в фитнес-клуб. Представляете, до чего они дошли? Люди от них закрываются, они считают, что они имеют право по каким-то там основаниям, которые они сами себе придумали, нарисовали, выбивать двери в фитнес-клуб. И тем самым заходить туда и пытаться найти тех людей, которые, по их мнению, уклоняются от службы в вооруженных силах Украины. У нас есть такая постанова Кабинета Министров 1456. Я уже неодноразово ее сгадывал. Это я хочу вам зачитать, для того, чтобы вы понимали, до чего это все идет. Право на проведение переверки документов в оси, огляд речей, транспортных засобов, багажу и вантажу службовых помещений и житла граждан, надано відповедным повноваженным особам. Национальные полиции, СБУ, Национальные гвардии, Держприкордонслужбы, ДМС, Держмитслужбы и Збройных сил Украины. То есть, есть соответствующее постановление Кабинета Министров. И на основании этого постановления Кабинета Министров, я так понял, что кто-то решил в центре комплектования, это не только здесь, речь, конечно, идет о городе Героя Одессы, речь идет о том, что они решили на этом основании проникать в жилье. Как мы видим, этот же тренажерный зал, если человека нет права туда заходить, то можно не впускать. Но они считают наоборот, что они даже могут дойти до того, чтобы выламывать двери в тренажерный зал. Дальше, друзья, будем идти по нарастающей. На этом видеоролике мы видим, пошли они уже дальше, будем говорить. Видите, они уже стараются не одевать военную форму. Мне, кстати, рассказывали люди, что ходят, например, полицейские по городу, а центры комплектования с ними не ходят, потому что люди видят людей в военной форме и чувствуют, естественно, опасность. И, соответственно, ходят одни полицейские. А здесь они пошли уже дальше. Они переодеваются в гражданскую, одевают, чтобы лица их никто не знал, не узнал, действуют, мягко говоря, незаконно и пытаются людей паковать прямо на улице. Такая же примерно ситуация и происходит с маршрутками. Вот в Одессе, к примеру, там и ночью, и днем они их останавливают. Тут собирается огромное количество сотрудников центра комплектования с полицией и начинают из маршруток людей пытаться доставать. То есть они тут решили, что с автомобилями немножко сложнее. Я уже рассказывал об этом не раз, что человек-то может закрыться, заблокироваться, маршрутка, понятно, вход свободный. И, соответственно, они пытаются этим воспользоваться и через вход в маршрутку зайти, и, соответственно, найти тех людей, которых им, по их мнению, хочу подчеркнуть, не хватает. В пятницу я приеду к пацанам и заберу себя, как то-то мешок с той бульбой, что тебе приводят. И ты будешь в Яворове, и тебе там привезут все. Тут, я понимаю, события происходят где-то на Западной Украине, и, соответственно, ситуация такая, что это является один из священников, и к нему пришли сотрудники центра комплектования. У одного из них с ним, я так понимаю, какая-то непризень. Ты его все хоронил, у меня на подвижении. Что ты сказал? Раб Божий? Звоня не мог сказать. На личных каких-то обстоятельствах, и, соответственно, они пытаются им отомстить, этого священника забрать в вооруженные силы Украины. То, что я говорил, что у нас на сегодняшний день является главное вообще, будем говорить, наказание, это то, что человека забирают в вооруженные силы Украины, потому что постоянно об этом все говорят, и вот этому явное подтверждение, что этот военный, он этого священника не любит и пытается забрать. Хочу заметить, что у нас, согласно статье 23 закона о мобилизации и мобилизационной подготовке, действительно, священнослужителей, там нету нигде пункта, что их нельзя забирать, нельзя мобилизовать. То есть, если говорить, конечно, я понимаю, что вы скажете, что я не прав, но я скажу, как оно есть, согласно юридических норм, то имеют право священника призывать. Но здесь вопрос, я так понимаю, не в этом, а просто в личных отношениях, конкретно этого военного из центра комплектования и соответствующего священнослужителя. Данный видеоролик сегодня в 9 утра вышел у меня в телеграм-канале, их там два. Там есть некоторые моменты, когда этот военный хватает этого священника за горло, то есть ведет себя, мягко говоря, не очень красиво и подобающе, и, соответственно, это все в ютубе, понятно, не проходит, там всякие проблемы начинаются, поэтому в описании будет ссылочка, друзья. Переходите, посмотрите, те, кто не видел, и, естественно, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. К чему я это все рассказывал и к чему я все говорил? Я очень сильно боюсь, я более того не хочу, чтобы так произошло. Я зачитывал в начале постановления Кабинета Министерства, где проверяют жилье. То есть, фактически, если брать их правду, которой я не согласен, у меня другая позиция, по этому вопросу, я думаю, вы ее знаете, то фактически они могут проверять жилье. И я не удивлюсь, как мы видим, священник, этот же пример, они уже к нему проникли в жилье, то есть будут попросту ходить по квартирам, стрелять в замки или выбивать как-то двери и заходить искать у хылянтов. Если не найдут тех людей, то, может, хотя бы что-то себе поживиться заберут. Я смотрю, только оно все идет к этому. Сотрудники полиции с ними вместе, они их прикрывают в этом незаконных их действиях, в проникновениях. То есть, если брать, ну вот, юридический вопрос, что, допустим, какая-то там приходит организация, СБУ, пусть то будет, там полиция, еще кто-то, они когда приходят с обыском, приходят в помещение, у них есть решение суда. А этим, как мы видим, не надо. Им власть дала полный карт-бланш. Делайте, что хотите, вытворяйте, что хотите. Главное, найдите нам людей. Друзья, я являюсь дипломированным юристом, и, если вам нужна моя платная онлайн-консультация, все ссылочки будут в описании к этому видео. Переходите, связывайтесь со мной. С радостью с вами пообщаюсь. Кулеба. Украина готова воевать и лопатами против РФ. Якщо постачание захидной сброи не будет. То есть, я перевожу. Кулеба готов руками людей, находясь за границей, где-то воевать с Россией, хоть голыми руками, хоть лопатой, хоть чем угодно. Вот, представляете, вот такая ситуация. И даже, заметьте, все эти видеоролики, которые я специально вам, друзья, показываю, это все говорит о том, что никто не хочет идти, а он рассказывает про какие-то там лопаты. Мне как раз видаётся, что Киев чиненайбільш недомобилизованное место краяны. И мне кажется, что тут как раз, дуже как раз влада побояется сильной мобилизации в Киеве, потому что, мобилизация – это всегда не популярная речь. Ну, извините меня, но війна – это не популярная речь. И, так, жорсткие заходы, они всегда снижают рейтинги. Но если сюда прийдуть орки, то поняты рейтинги, в принципе, втратят в любом смысле. В России рейтингов нема. На оккупованих территориях Украины рейтингов нема. Тому, извините, но треба делать речи непопулярные. Но и Киев в этом смысле має перестати быть такой умовно оазой. Я просто хожу по улицам Киева, и, извините, я бачу эту недомобилизацию у вигляді величезної кількості молодих чоловіків, явно призывного віку, в хорошей спортивной форме. От, под... Деякі з качалок, знаете, йдуть. Ну, вибачте меня, а тим часом якраз 50-річні мужики з дуже поганим здоровьем рештки свого здоровья добиваю десь там в окопах. І, дійсно, от, якщо ми це не переломимо, то війна покотиться в інший дик. Дякую.